У меня здесь был представлен стендовый доклад, но сейчас мы решили, что я на слайдах расскажу о нашей работе. Сразу прошу прощения за то, что презентация на английском, потому что не рассчитывала здесь её докладывать. Моя работа, наша работа посвящена изучению тонкой структуры активного цитскелета в опухолевых клетках и тканях с помощью метода субдифрикционной микроскопии. Актин, как известно, это один из самых консервативных белков в клетках эукариот, и он ответственный за многие функции в клетке, обеспечивает её подвижность, формирование адгезионных контактов, перемещение и задействован нормальной жизнедеятельности клетки. И в связи с этим его перестройки и изменения, конечно, могут как-то коррелировать с различными патологиями, в том числе с злокачественной трансформацией клеток. Недавно было показано, что такие перестройки активного цитскелета, как, например, изменение фенотипа клеток и изломелоподий филоподий, коррелируют с тем, что у клеток повышается инвазивный потенциал. И таким образом клетки с таким высоким инвазивным потенциалом, соответственно, могут в дальнейшем мигрировать в кровоток и формировать метастазы. Отсюда и возникает интерес изучения актинового цитскелета в опухолевых клетках, так как, во-первых, это может выступать как прогностический фактор формирования метастазов, а кроме того, актин представляет собой интересную потенциальную мишень дохимиотерапии. С другой стороны, изучая перестройки актинового цитскелета в опухолевых клетках, когда мы, например, воздействуем на них стандартной химиотерапией, мы можем изучать или выяснять дополнительный эффект этих препаратов, то есть понимать их механизм действия более глубоко, если вдруг они меняют актиновый цитскелет. Как мы знаем, элементы цитскелета — это очень крохотные структуры, и они находятся за пределами разрешения обычного светового микроскопа. То есть их размеры — это нанометровый диапазон, поэтому, конечно, если мы хотим заглянуть глубоко в ультраструктуру цитскелета, нам нужны современные технологии субдифракционной микроскопии. Ну вот, например, на этом слайде представлена STET-EC микроскопия, то есть это микроскопия, которая дает разрешение лучше даже, чем лазерная сканирующая, конфокальная микроскопия. И целью нашей работы состояла в том, что мы хотели изучить активный цитскелет в опухолевых клетках и тканях при воздействии химиотерапии именно с помощью мета-всубдифракционной микроскопии высокого разрешения. В нашей работе мы применяли новый флюорогенный краситель под названием сероктин. Эта краска вводится экзогенно и очень удобно при работе, например, с криосрезами тканей, так как нам не нужны никакие генетические кодируемые белки, мы просто капаем либо на чашку, либо на криосрез этот краситель, окрашиваем эндогенный актин и затем проводим микроскопию. Собственно, в нашей работе использовались как клеточные линии, так и мышиные модели рака, рак толстого кишечника и рак легких мыши. На первом этапе мы пытались разработать собственную методику визуализации со сверхвысоким разрешением. Мы подбирали различные настройки облучения буферов, в которых мы проводим визуализацию, и подобрали оптимальные условия. Затем мы сравнивали, как действует наша краска относительно стандартных красителей, которые используются для визуализации актина. Например, тот же самый фалоидин, который конъюгирован с флюоресцентными красителями, которые чаще всего используются в гистохимическом анализе. Им показали, что наша краска так же хорошо прокрашивает актин, как и стандартные красители. Затем мы изучали, то есть мы прививали мышам опухоли, выращивали их, забирали, готовили затем криосрезы и окрашивали их сероктином. Изначально мы получали достаточно размытую картинку, однако после обработки изображения нам удалось выявить достаточно богатую актиновую сеть в опухолевых клетках, которая до этого совсем не была представлена в литературных данных. И мы предположили, что вот эти изогнутые фибрилы актина, они представляют собой стрессофибрилоподобные структуры, которые мы наблюдаем в клетках. То есть если, например, мы посмотрим актин в клеточной культуре, то это достаточно вытянутые, расположенные параллельно друг к другу волокна, однако в опухолевой ткани морфология их достаточно сильно отличается. Что интересно, в нормальной ткани мы совсем не наблюдали такой картины распределения актина. Она в основном была представлена диффузным актином, здесь представлена нормальная ткань легких и толстой кишки, и таких пучков актины мы здесь не наблюдали. Затем мы перешли уже к этапу химиотерапии. Здесь представлено изображение клеток в культуре, опухолевой клетки картиномы легкого. В качестве химиотерапии мы выбрали стандартный химиопрепарат атаксолоцисплатин, а также в качестве контрольных соединений цитхлазин-Д, который таргетно воздействует на актин и вызывает его дезорганизацию. Как мы видим здесь на слайде, наибольший эффект как раз вызывал цитхлазин-Д и таксоло, в то время как цитхлазин практически не оказывал значительного эффекта на перестройки ультраструктуры актина. В связи с этим, когда мы перешли уже к лечению мышей и подбора курса химиотерапии, цитхлазин мы исключили из своего исследования и остановились на таксоли и цитхлазине-Д. У нас были группы контрольных мышей, мышей, которых мы пролечили таксолом и цитхлазином-Д, вводили препарат внутри брюшины в течение 15 дней и затем также забирали криосрезы и анализировали их с помощью субдифрекционной микроскопии. И если в нормальной ткани мы еще наблюдали сохранение вот этих пучков актиновых волокон в пролеченных опухолях, актин также представлял диффузную картину, то есть мы наблюдали практически полное разрушение. Но что интересно, вот такой курс химиотерапии, который мы использовали, он был достаточно мягкий, практически мы не детектировали изменения первичного опухолевого узла, то есть опухоли практически не излечивались у мышей относительно контрольной группы. Однако, когда мы анализировали легкие на наличие метастазов, здесь была выявлена очень интересная корреляция, то есть в группе контрольных мышей наблюдались многочисленные очаги метастазов, в то время как в группе мышей, которые были пролечены таксолом и цитохлазином Д, метастазов не наблюдалось вовсе. Что позволяет нам выдвинуть такое предположение, что вот такие тонкие изменения ультраструктуры актина, они напрямую связаны с тем, способны ли опухолевые клетки мигрировать из первичного очага и формировать дальнейшими метастазами. Ну, собственно, на этом этапе пока наша работа завершена. Дальше мы планируем анализировать ультраструктуру активно на разных временных точках, так как у нас пока была проанализирована только конечная временная точка. И хотелось бы поблагодарить моих коллег из нашего института, института биоорганической химии в Москве, которые проводили со мной эту работу. Спасибо за внимание. Почему такой маленький органический губок? Достаточно для предположения? Ну, смотрите, у нас было в таксольной и в контрольной группе по 7-8 мышей. Да, мы считаем, что это примерно достаточно. Ну, мы брали по 10, но, к сожалению, в течение эксперимента некоторые мыши выходили из эксперимента. Линии мышей C57BL6, и мы водили им сингенную линию карцинома Льюиса. Спасибо. Спасибо. Спасибо.